Привет, друзья! С вами я, Олеся Медведева. Настало время подводить итоги уходящего дня. Сегодня пятница, 28 октября. Сегодня украинский генштаб снова сообщает об атаках противника в районе Бахмута и Авдеевки. А также Великой Новоселке, как пишут украинские войска, эти атаки отбили. Что касается наступления ВСУ на Донбассе, то его темпы невысокие. Почему так? Три причины назвал губернатор Луганской области Сергей Гайдай. Первое – это отсутствие эффекта неожиданности. Второе – дождливая погода. И третье – это наличие времени для подготовки россиян. Также Гайдай дал понять, что в недавно освобожденных населенных пунктах продолжаются обстрелы и бои. Судя по данным российской стороны, а именно Министерства обороны и военных блогеров, ВСУ стараются приблизиться к Сватовой Кременной, взяв под контроль при этом ключевые транспортные узлы возле этих населенных пунктов на Луганщине. Россияне утверждают, что за населенные пункты, которые позволят ВСУ выйти к трассе Сватова-Кременная, идут ожесточенные бои. Украинские войска, по утверждению россиян, там наступают силами двух-трех батальона тактических групп. По заявлениям Российской Федерации, атаки на этом направлении неизменно отражаются. Но, видимо, ситуация для противника в последние дни там складывается не очень благоприятная. Вчера глава Чечни Рамзан Кадыров в очередной раз как бы обрушился с критикой в адрес командующего Центральным военным округом Российской Федерации Лапина, который, по некоторым данным, как раз руководит российскими войсками в районе Сватова-Кременной. Еще в начале октября, помнится, Кадыров обвинил Александра Лапина в том, что Россия ушла из Лимана. Лиман потеряла. Теперь, по его словам, повторяется история со сдачей линии обороны, но уже в направлении Кременной и Сватова. Кадыров пишет, что пытается с Лапиным установить связь, но ребята не могут его найти. Разве не должен командующий быть на своем месте и на связи с коллегами? А все потому, что я хочу с ним поговорить о недавнем прорыве врага в районе линии обороны населенных пунктов Терны, Торская и Ямполовка, которую без боя пересекли 5 БТРов и 50 неонацистов, где ответственным был Лапин. По его словам, чтобы остановить продвижение ВСУ на ранее указанном участке фронта, пришлось снять с обороны рубежного один усиленный батальон и одну роту. Кадыров пишет, что переброшенные с рубежного военные около суток не могли найти бойцов Лапина. То есть, он по сути намекает, что они бежали. Глава Чечни пишет, пришлось самим держать оборону и затем успешно продвигаться вперед. В то же время, все эти дни интернет-ресурсы только и рассказывали о великих подвигах ЦВО под руководством Лапина, с которым никто не мог даже элементарно связаться. Брошенные, без связи подчиненные Лапина в это время, по словам Кадырова, бежали в рубежной и криминую Луганской области, откуда их вылавливают до сих пор и возвращают на передовую. Дальше Кадыров говорит о том, что, по его мнению, с этим надо что-то делать, намекая на кадровое решение. Украинская сторона же в деталях ситуацию в Сватово не комментировала. Но Аристоич вчера, как мы помним и в итоговом блоге об этом говорили, сказал, что ситуация для ВСУ там стала благоприятной. В то же время, российские военные телеграм-каналы утверждают, что атака украинских войск по большинству направлений остановлена. Но на некоторых из них бои все еще продолжаются. Также признаются проблемы с управлением войсками, а также с падением боевого духа после того, как россияне оставили изюм и лиман. Но пишут, что как раз-таки Александр Лапин и пытается навести там порядок, вплоть до угрозы расстрела бегущих с передовой российских солдат. А публичные наезды Кадырова на Лапина в российских военных телеграм-каналах объясняют ревностью. Кадыров, мол, ревнует из-за того, что Путин звезду героя России за взятие Лисичанска вручил Лапину, а не ему. Так или иначе, но именно на северо-западе Луганской области в ближайшие дни будут разворачиваться самые ожесточенные бои. Теперь перейдем к Херсонскому направлению, где сегодня украинский генштаб отметил усиление группировки противника на правом берегу Днепра. Туда, по их информации, ввели новую партию мобилизованных до тысячи человек. И их якобы расселяют в домах местных жителей, которые покинули Херсонщину. Сам же Херсон, по заявлению назначенных россиянами местных властей, готовит к уличным боям. Замглавы администрации Екатерина Губарева заявила, Херсон и подступы к нему укрепляют на случай прорыва украинских войск. Повсеместно идет усиление первых этажей зданий, создаются укрепления из мешков с песком, чтобы защититься и отбить атаки в черте города. Тут стоит отметить, что последние несколько дней украинское военное командование отмечает увеличение численности группировки российских войск на правом берегу. В Херсон уже второй раз в октябре прибыл первый замглавы администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко вместе с Сергеем Аксеновым, главой Крыма. Среди поводов инспекция процесса эвакуации с Херсона. В то же время пока непонятно, пойдет ли Украина в крупное наступление на юге. Руководство страны прямо заявляет, что россияне хотят украинские войска заманить в ловушку. Британская же разведка считает, что Россия переходит в долгосрочной оборонительной позиции, причем на большинстве участков фронта. И будет ее придерживаться, пока не доукомплектует все свои подразделения. К слову, сегодня министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил о завершении частичной мобилизации. По его словам, 300 тысяч военных уже мобилизованы. Из них более 80 тысяч уже находятся на фронте, все остальные на данный момент обучаются, а рассылка повесток останавливается. Напомню, ранее оппозиционные российские СМИ сообщали о том, что мобилизовать на самом деле хотят не 300 тысяч, а миллион. Российские же власти, в свою очередь, этих цифр не подтверждали. Также россияне усиливают контроль над тылом на захваченных территориях. В Херсоне сегодня уже анонсировали ужесточение проверок. А вчера в Запорожской области заявили, что будут проверять телефоны жителей на предмет подписки на украинские телеграм-каналы. В воскресенье может появиться еще один способ выявления, ну так сказать, неблагонадежных с точки зрения российских властей. Сегодня стало известно, что захваченные россиянами территории Запорожской области не будут переходить на зимнее время. Назначенный россиянами губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, уважаемые жители Запорожской области, в регионе не будет перевода стрелок часов на зимнее время. Запорожская область круглогодично начинает жить по московскому времени. Из Херсона пока такой информации не поступало, но скорее всего местные власти, назначенные россиянами, примут аналогичное решение. Теперь о ситуации с электричеством, с электроэнергией в Украине. Она ухудшается. Вчера в Киеве без света оказалось около миллиона киевлян. Еще более полумиллиона оказались в темноте в Киевской области. С утра вроде как появились хорошие новости, что Укрэнерго заявила, что экстренных отключений света больше не будет. Но потом снова все поменялось. Пошли заявления о том, что блэкаут будет продолжаться, причем довольно длительное время. Без света также остались жители двух из четырех районов Одессы. Не работает уличное освещение во многих областных центрах. Местные власти призывают людей вечером, когда стемнеет, носить светоотражающую одежду или со светоотражающими элементами. Чтобы их могли видеть водители, поскольку из-за аварийных отключений увеличилось количество аварий на дорогах в Украине. В России же дали понять, что удары по украинской энергосистеме продолжатся. Дмитрий Медведев сегодня заявил, что удары будут длиться до тех пор, пока Киев не признает правомерность требований России в рамках СВО и ее результаты, отраженные в нашей Конституции. В Украине заговорили о том, что Киев получил системы ПВО для отражения российских ракет. Недавно генсек НАТО Йенс Толтенберг сделал по Украине новое заявление. То, что мы наблюдали за последние недели и дни, это на самом деле самая серьезная эскалация с момента вторжения в феврале. Потому что если сложить вместе их мобилизацию и силы, которые они сейчас могут отправить на фронт, с их частичной теперь уже незаконной аннексией части украинской территории опасной ядерной риторикой, все это является самой большой эскалацией с начала войны. И добавил, что в связи с этим нужно наращивать военную поддержку Киева. Пентагон готовится отправить Киеву новый пакет оружия и другой помощи на сумму 275 миллионов долларов. Цель, как пишет американский Associated Press, поддержать усилия по вытеснению российских войск из ключевых районов на юге с приближением зимы. Параллельно с этим идет усиление контроля за оружием и помощью со стороны Соединенных Штатов Америки. И, как сообщает New York Times, занимается этим посольство США в Украине. Оно следит, чтобы американское оружие не попадало на черный рынок. При этом газета пишет, что усиление контроля связано с тем, что были вскрыты определенные факты контрабанды. Об этом рассказали изданию «Американские чиновники». Высокопоставленный чиновник администрации Байдена заявил, что Соединенным Штатам известен только один поддающийся проверке пример контрабанды – противотанковый гранатомет шведского производства, который взорвался в багажнике машины примерно в 10 милях от Москвы. По вчерашним высказываниям Владимира Путина на Валдайском форуме мы с вами тоже еще не все обсудили. Он вчера, напомню, еще коснулся темы переговоров с Украиной, заявив, что Российская Федерация так этим самым переговорам готова, но Украина решила их не продолжать. Он также порекомендовал США, чтобы те дали сигнал Киеву решать проблемы мирным путем. При этом Путин интересным образом высказался об Одессе, когда журналист спросил, в следующем году для визита в Одессу оформлять украинскую визу или российскую. Путин заявил, что город Одесса – один из красивейших в мире, может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов. То, что президент России так много и подробно говорил об Одессе, а он там дальше еще продолжил, многие расценили как то, что российские войска, возможно, попытаются снова развить наступление на Николаев и туда дальше на Одессу, вплоть до Приднестровья. Тем не менее, многие вчера отметили, что Владимир Путин явно продвигал переговорную повестку, акцентируя на ней прям особое внимание. С одной стороны, для Российской Федерации это крайне выгодная позиция, так как она позволяет демонстрировать, что Москва вообще за переговоры и за мир. Это вот Украина и Запад не хотят ни переговоров, ни, собственно говоря, мира. С другой стороны, это может быть продиктовано тем, что российские войска в Украине стали в оборону, за исключением там нескольких направлений. И России нужно как минимум выиграть время, чтобы доукомплектовать армию. И в Украине и на Западе многие так и трактуют все заявления о переговорах и примирении Путина. Видимо, считая, что нужно поступать наоборот и атаковать россиян, пока мобилизация еще не успела дать всех своих плодов. Видимо, поэтому Байден сказал, что не планирует переговоры с Путиным на саммите G20 в Индонезии, который вот должен скоро состояться. Путин туда, я напомню, свой визит не исключает, но пока и не подтверждает этого Кремль. В то же время многие на Западе продолжают требовать таких переговоров, поскольку не хотят эскалации войны и перехода ее на уровень уже войны между Россией и НАТО. Между тем, внезапно довольно, в китайском МИДе заявили, что Россия готова возобновить переговоры с Украиной и США. Китай приветствует готовность России вести диалог и возобновить переговоры с Украиной и США, заявил сегодня официальный представитель МИД КНР. По его словам, накануне министр иностранных дел Китая поговорил по телефону с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. То есть, определенные сигналы, звоночки все же есть. Но посмотрим, во что это все выльется. Пока такая информация у меня для вас, друзья мои. На этом все. С вами была я, Олеся Медведева. Совсем скоро мы с вами снова увидимся. Завтра, возможно, не увидимся. Ну, а быть может, увидимся. В общем, не будем загадывать. А лучше подписывайтесь на наши каналы, если еще не подписаны. В Ютубе это страна Ю и Ясно, понятно, в Телеграме наш канал называется «Политика страны». Подписывайтесь, читайте, там очень много новостей. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok